Раньше все жильцы дома были как одна большая семья. Ходили друг к другу в гости, отмечали праздники, помогали по хозяйству. А сейчас мы даже не знаем имен друг друга. Почему же произошли такие перемены? Старая поговорка гласит – собрался строить дом, выбирай не место, а соседей. Раньше считалось нормой праздновать вместе с соседями важные события, радоваться успехам и помогать друг другу в трудную минуту. Сегодня мы порой даже не знаем, кто живет с нами за одной стенкой. А встречаясь в подъезде, кидаем безразличное здрасте. И бежим дальше. Основная причина такого отношения – изменение ценностей и развитие эпохи индивидуализма. Сейчас активно пропагандируется жизнь без семьи и без детей. Можно делать работу, не выходя из дома. И каждый сам за себя. Люди просто разучились общаться и обращаться за помощью. Часто окружающий мир воспринимается человеком как опасный и враждебный. А самоуважение людей во многом связано с тем, что они сами справляются со своими проблемами. Или попросту мало кому доверяют. Психологи считают, что в наше время очень важно знать своих соседей хотя бы в лицо. Это гарантирует ваше спокойствие и безопасность. И не обязательно близко общаться или ходить друг к другу в гости. Главное – не заводить среди соседей врагов. Все-таки многоквартирный дом – это сообщество. И чтобы все участники могли чувствовать себя комфортно, важно находить общий язык. Для того, чтобы познакомить и сплотить людей, проживающих в одном доме, был создан День соседей. В Европе его отмечают ежегодно в последнюю пятницу мая. В День празднования каждому жителю предлагают сделать первый шаг и пригласить своих соседей совместно провести вечер. А многие жильцы собираются во дворах и устраивают масштабное мероприятие с песнями, плясками, угощениями и конкурсами. Подружиться и найти общие интересы с жильцами вашего дома можно не только в День соседей. Сейчас все большую популярность набирают соседские центры. Здесь люди собираются не только для того, чтобы обсудить общие проблемы, но и чтобы отдохнуть, поиграть в настольные игры, устроить вечер танцев или провести мастер-класс. Субтитры создавал DimaTorzok